Сейчас на ваших экранах кадры с конца прошлого года, когда работников не пустили на рабочие места из-за разлада руководителей. При этом люди не получают зарплату с августа. Их денежный доход за законный труд – аванс 500 рублей в месяц и 2000 рублей перед Новым годом. Усугубляет ситуацию тот факт, что весь руководящий состав предприятия заявил о самоувольнении. И в Новый год 200 работников предприятия остались вне удел. Сегодня они рассказали журналистам о своих проблемах без купер. Не имеем руководствующего состава. В связи с этим некому обратиться с вопросами о неполной выплате зарплаты за ноябрь месяц 2012 года. Некому произвести начисление за декабрь 2012 года. Хотя Семенов в присутствии представителей телевидения и на общем собрании трудового коллектива обещал выплатить зарплату за ноябрь месяц. Спустя два часа после этого интервью глава города Виктор Франц посадил за стол переговоров две враждующие стороны. Потребовав очередной раз исследовать буквы закона и предоставить людям все социальные гарантии, предусмотренные трудовым кодексом. Последует ли руководитель и собственник завода моральным нормам – неизвестно. Они не раз давали обещание, что договорятся, но в итоге ситуация усугублялась. Стоит добавить, что договор аренды у предприятия перед собственником истекает 31 января. И у людей резонный вопрос – а что будет дальше? Кто выплатит им зарплату и выплаты по высвобождению? Или история вновь повторится, когда предыдущий собственник оставил строймаш с многомиллионными долгами, рассчитываться по которым пришлось другим.